МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лица Золотого века, одной из могущественнейших европейских держав, выразивших водные просторы, при осмотре ценится гораздо выше, чем исторические достопримечательности того же Рима в изобилии, разбросанной по улицам города. Истинное богатство островного государства – природа. Программу представляет туристическое агентство «Мир путешествий», компания, зарекомендовавшая себя надежным и профессиональным другом для всех своих клиентов. Популярные экзотические направления готовы вам предложить в турагентстве «Мир путешествий». Природные красоты тропической Кубы гораздо сильнее воздействуют на туристов, чем те же крепости. Здесь действительно есть что посмотреть, начиная от уникального ландшафта долины Виньялис, находящейся под охраной ЮНЕСКО, и заканчивая национальными парками с редкими представителями подводного и надводного мира. Долина Виньялис – обширная местность на западе Кубы, окруженная небольшими горами под названием Сьерра-де-Лос-Арганас. После открытия Колумбом Кубы начался активный процесс освоения испанцами местных территорий. Также была сделана попытка превращения коренного населения в рабов. Большая часть индейцев или умирала в неволе, или сбегала от новых хозяев в горы. Сьерра-де-Лос-Арганас, окружающие долину, как раз и служили пристанищем для беглых рабов. Главное сокровище холмы Маготте высотой до 400 метров, возраст которых насчитывает не менее 160 миллионов лет. Также здесь много горных пещер, наиболее значительные из них даже имеют собственные имена. Пещера Санта-Томас с внутренними галереями, вытянувшимися на 45 километров, самая большая в Латинской Америке. Помимо скалолазания, наблюдения за местными птицами и катания на горном велосипеде, сюда можно отправиться с экскурсией на фабрику по производству табака, попутно посетить ботанический сад Каза-де-Коридар и увидеть огромную доисторическую фреску художника Лео Вихильдо Гонсалеса, нарисованную прямо на скале. Природный заповедник болота Сапата – часть огромной территории гигантского биосферного резервата, самого большого не только на Кубе, но и во всей Вест-Индии. Считается, что это болото лучше всего сохранилось среди подобных, но располагающихся на других антильских островах. Огромное количество редчайших растений, около 170 видов птиц, более 30 видов рептилий и многое другое привлекают поклонников природы со всего мира. Еще один национальный заповедник достойный посещения – парк Топис де Кальянтес в горах Сиро-де-Лескамбрай. Он является местом проживания птицы Токуроро – символа Кубы. Главная достопримечательность – один из крупнейших на Кубе водопадов – Сальто-дель-Кабурни. На территории парка располагается оздоровительный центр. Не менее привлекателен для туристов национальный парк имени Александра Гумбольта неподалеку от старейшего города Кубы – Баракуа. Территории парка объединяют все наиболее важные ландшафты региона. Горы Сьерра-Маэстро – другая природная достопримечательность Кубы. Это самый высокий массив в государстве с высочайшим пиком в стране – пика Туркино. Сюда приезжают для посещения национального парка. Сьерра-Маэстро больше известны не благодаря заповеднику, а своим участием в истории. В 1956 году кубинские революционеры, в числе которых был Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро, прятались в этих горах и готовились здесь к партизанской войне. За своими пределами Куба известна не только легендарным товарищем Че, песням Гуантана Мера, неофициальным гимном страны, но и столицей Гаваной. Старая часть города находится под охраной ЮНЕСКО и представляет наибольший интерес для туристов. Первое, на что стоит обратить внимание – знаменитый кафедральный собор. Или собор Святого Христофора на Плассе-де-Ля-Сьенага в Болотной площади. Это замечательный архитектурный шедевр, построенный в стиле колониального барокко. Внутри можно обнаружить копии работ художников Рубица и Мурильо. Одно время в соборе покоился прах Колумба. Один из главных символов города – Малекон. Это не просто набережная, это настоящая достопримечательность Гаваны, место мимо которого не проходит ни один приезжий турист, особенно в феврале, когда на Малеконе проходит традиционный гаванский карнавал. Малекон – это своего рода памятник всей истории Кубы, ее героям и всему кубинскому народу. Прямо на набережной находятся несколько красноречивых монументов. Например, за памятником генералу Максима Гомесу нельзя не заметить грандиозный ансамбль президентского дворца. Этот дворец, построенный еще в 1920 году, был тем местом, где творилась кубинская история 20 века. Так, 13 марта 1957 года дворец пытались захватить вооруженные студенты, намереваясь казнить диктатора Батисту. Попытка закончилась провалом, однако уже через пару лет все поменялось с победой революции и приходом к власти Фиделя Кастро. Через некоторое время за музеем был установлен мемориал Гранума – стеклянный павильон, внутри которого находится легендарная яхта Гранума, на которой Кастро и еще 81 революционер в 1956 году прибыли на остров. В некоторых столицах латиноамериканских государств сложилась такая традиция – иметь свой собственный капитолий наподобие знаменитого Вашингтонского, не исключение столицы Кубы. Национальный капитолий в Гаване торжественно открылся в 1929 году и на его строительство ушло два года. При входе в здание обращают на себя внимание массивные бронзовые двери с изображением сцен из истории острова. Внутри капитолия также можно найти много интересного. Удивительная библиотечная комната, выполненная из красного дерева, комнатой депутатов и синаторов. Кроме того, тут же можно увидеть такие шедевры, как статуи республики, созданной итальянским мастером Анджело Санелли, и считающиеся третьей по величине скульптурой из тех, что расположены в закрытых помещениях, после статуи Будды в Японии и мемориала Линкольна в Вашингтоне. Помимо всего прочего, в Капитолии находится точка отчета всех расстояний на купе. Это вмонтированная в пол прямо под куполом копия 24-каратного бриллианта. Кстати, по высоте 62 метра этот купол уступает лишь куполам соборов Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне. Очень примечателен внутренний дворик Капитолия. Довольно интересен и показателен тот факт, что именно в Капитолии открылась первая на острове свободы интернет-кафе. Также около здания очень часто можно встретить фотографов со старинными треножными камерами, которые за определенную плату запечатлеют приезжих на фоне Капитолия. Рядом, на центральной площади, обращает на себя внимание изящное здание Большого театра оперы и балета имени знаменитого поэта Федерико Гарсио Лорко, украшенным многочисленными башенками и скульптурными композициями. Знаменитая на всю Кубу и не только гаванская Кабаре Тропикана открылась еще в 1939 году, но стала особенно популярной в 50-х годах, когда в стране был наплыв американских туристов и, соответственно, американских денег. В те времена в Кабаре легализовали различные азартные игры. Тогда же все помещение Кабаре было разделено на две части для музыкальных спектаклей и шоу на открытом воздухе. Теперь Тропикана имеет статус одного из главных туристических мест Гаваны, очень популярного среди большинства приезжающих к Гавану туристов. Вокруг территории Кабаре посажены пальмы и различные тропические деревья, а количество участников шоу достигает 200 человек. Это певцы, танцоры и музыканты. В располагающемся в Кабаре ресторане можно отведать множество вкуснейших блюд, как национальной кубинской, так и других кухонь. В Гаване есть много интересных музеев, но самый популярный среди них – музей Эрнеста Хемингуэя. Располагаются он в Вилле Финковихия, когда-то принадлежавшей писателю. В доме Хемингуэя сохранилось множество вещей, которые создавали там особую атмосферу, как нельзя лучше отражавшую натуру знаменитого писателя. Хемингуэй был заядлым рыбаком и охотником, поэтому не стоит при посещении музея удивляться огромному количеству охотничьих трофеев, привезенных из Африки. На больших стеллажах, вплоть до самой крыши, собраны множество газет и около 9 тысяч книг – библиотека писателя. Может показаться забавным, но даже в туалете дома у Хемингуэя была книжная полка. Работал автор романа «Прощай оружие» в своей спальне, печатая на машинке и стоя босиком. Именно в этой усадьбе были созданы такие произведения, как «Праздник, который всегда с тобой», «За реку в тени деревьев» и многие другие. В своей студии Хемингуэя разместил собранную им самим коллекцию оружия, значков, сувениров, а также фотографии своих троих детей. В финко-вихии сохранились практически все личные вещи писателя. Даже его ботинки 48-го размера до сих пор стоят и проветриваются перед входной дверью. Дом окружает прекрасный тропический сад с множеством пальм, создающих прохладную тень. У бустого бассейна, затененной кустарниками, находятся надгробные плиты домашних питомцев Хемингуэя – кошек и собак. В саду можно увидеть лодку «Пилар», служившей источником вдохновения при написании рассказа «Старик и море». Помимо Гаваны обязательно стоит посетить Тринидад, основанный в XVI веке и являющийся городом-музеем под открытым небом. Большая часть местных достопримечательностей относится к XVIII-XIX векам. Еще один основный приблизительно в то же время город Камагуэй. Здесь много памятников архитектуры колониального периода. Среди них выделяется самая большая по величине площадь Кубы – Сан-Фуан-де-Дьоз. Это место облюбовали в церкви, построенной в период XVI по XVIII века. Второй по размерам населенный пункт Острова Свободы Сантьяго-де-Куба известен прежде всего оборонительной крепостью Сан-Педро-де-Ла-Рока, сооружением, возведенным в XVII веке. Городок Санта-Клара знаменит мавзолеем, в котором лежит прах Че-Гевары. Монумент в честь великого деятеля революции входит в пятерку лучших достопримечательностей Кубы. Темпераментная, как ритм сальсы, элегантная, как цветок орхидеи, Куба всегда привлекала туристов теплотой и гостеприимством местных жителей. Начните свой отпуск с посещения туристического агентства «Мир путешествий», расположенного по адресам улица Красноармейска, 62, дробь 1, телефоны 417-290-417-296, или улица 3-го интернационала, 19, телефоны 518-960-514-729. Откройте для себя удивительный мир путешествий. Ну а я с вами прощаюсь ненадолго. Увидимся совсем скоро. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова